МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Поговорим с его директором, Андреем Горбанем. Андрей, здравствуйте, спасибо, что пришли. Ближайшая ваша цель – стройка или новые животные? Стройка, именно стройка. Мы должны улучшать условия содержания наших питомцев, расширяя в том числе и вольерное пространство, ну и массу еще всего. Мы будем сейчас, первое, расширять наши вольеры, второе – создавать нормальные семьи. Это не дело, когда животное, которое в природе живет семьей, здесь мается в одиночке. И вот там время от времени устраивают ему какие-то встречи, да, с сородичами? Ну, тут не время от времени, а нужно прямо обеспечивать нормальное существование, такое, как для него, естественно, в природе. Вот это будет единственным обоснованием для нас для приобретения животных дополнительных. А не просто для того, чтобы вот у нас нет еще такого реликтового, редкого там, не знаю, удивительного? 10 тысяч животных, роев ручей, на третьем месте среди зоопарка в России по величине коллекции. И при этом же мы до прошлого года находились, а дай бог, если входили в двадцатку, по площади зоопарка. Освоенных-то было 16 гектаров всего. Это при том, что, например, Ростов-на-Дону 50 гектаров, да, это освоенные территории. Спасибо Сергею Васильевичу Еремину. На сегодняшний день добавлено нам более 30 гектаров земли, именно экспозиционной. Плюс мы немножечко отвоевали... Ну ее же нужно... Конечно, но она хотя бы теперь есть. Хотя бы теперь есть земля к освоению. Она не простая. Это склоны гор, поверхности гор. Но с другой стороны, когда и если мы сможем реализовать наши планы, это же появятся замечательные естественные вольеры для горных животных. Мы сможем залезть на вершины наших гор и показать и красивейший Красноярск сверху, да, это будет незабываемое зрение. Вот вы начали рассказывать до начала интервью, мы говорили с вами про иммерсивный зоопарк. Вот если подробнее, как раз освоение такой, ну, непростой территории вы ее создаст. Конечно, но оно и будет уже и производиться в стилистике иммерсивного дизайна. То есть дизайна естественных декораций. Минимум железа, минимум ограждений. Если ограждения, то... То есть это не зверь в клетке, а это зверь в куске естественной среды. Ты уже нечаянно зашел к нему в вольеры, или ты все еще в безопасности. Ну, простим, хотя, конечно, это шутка. Первая стройка, которая вас, как сказать, больше всего волнует на сегодняшний день. Да, это, естественно, вольеры белых медведей, которые прожили весь вот этот наш пятилетний, крайне непростой, да, да уж больше там, участок истории. Вот мы все пережили. И рост курса долларов в два раза, и рост строительных материалов в два раза, и пандемию, которая просто останавливала зоопарк на два месяца, и пробила нам огромную финансовую брешь, и латали мы ее, будем откровенны, именно из тех денежек, которые откладывали на строительство. Это очень немаленькая сумма. Вольеры-то высокотехнологичные, и сами по себе очень сложные. Мы выдалбливали огромные вот эти вот пространства в скальнике. У нас большая часть вольеров находится под землей, чтобы не мозолить глаза. Опять же, бассейны, которые там, ну, у нас шутят почти как в стадионе олимпийский, между прочим, по площади, но все-таки медведи – это не олимпийские пловцы. И эту воду очень серьезно надо чистить. Да, и мы знаем, что на нашем солнышке она позеленеет, у нас буквально в течение недели зацветет. Поэтому только оборудование на водоочистку мы приблизительно оцениваем в 25 миллионов рублей. Это эзонирование и ультрафиолет, то есть самые современные методы очистки воды. Ведь там же будут плавать животные, которые… Ну, вот мы с вами уже к хлорке-то привыкли, откровенно говоря. А они, извините, они в этот бассейн и не пойдут. И все гигантские вложения у нас пыхнут синим пламенем. И вот все это мы должны создать. Ну, худо, бедно, криво. И в этом году у нас маленько наше финансовое ожидание подкосила пандемия. Но, тем не менее, мы идем к финалу, мы его уже видим, мы понимаем, что… Ну, единственное, не хочется переводить животных в недостроенные вольеры. Ну, да. Они уже готовы к функционированию, у нас будут в конце года. Но вот хочется еще декорировать, хочется показать красноярцам, как может быть. Как еще не было, как может быть. Но если животное будет находиться в вольере и проводить работы, мы можем достичь очень плохого эффекта. Оно возненавидит вольер и на долгие годы будет жить в ненавистном ему месте. Почему? Потому что он будет меняться работой. Будет напуган, будут какие-то дрели, какие-то отбойные. А для животного стресс – это фактор смерти номер один. Вот. И нам, конечно, хочется все это завершить, чтобы уже в тишину, в родильные берлоги. Нашим медведицам в следующем году уже нужно начинать знакомиться. Можно и нужно с ухажерами, думать уже о продлении своего рода. Это очень важное событие, которое ожидает зоопарковское сообщество. Не постесняюсь, правда, всего мира. У нас же три белых медведя из природы. Это новые генетические линии. Это абсолютно здоровое потомство. С учетом того, что в России больше 60% медведей в зоопарках – это потомки одной пары. Представляете? То есть они уже начинают скрещиваться с собой, соответственно, болезни, соответственно, генетические изменения, которые еще непонятно, как вылезут. А у нас природники – чистокровные медведи. Это достояние. Мы все следили за их судьбой. Я думаю, что многие помнят и любят Седова. Как его судьба складывается? Какие его ждут перспективы? Седов на сегодняшний день счастлив. Его командировка с целью размножения в городе Геленджик, да, она, конечно, была немножечко кривой и была немножечко такой сумбурной по своей организации в самом начале, но на сегодняшний день мы видим мальчика и девочку его потомков, вот, которые уже на сегодняшний день уже такие нормальные ребятишки. Здоровые. Да, 80 килограммов где-то приблизительно весом, вот, и они скоро тоже будут искать уже места для жизни, будут, уедут от родителей, будут переселяться. Это тоже целая наша проблема, потому что Ермак, самец, это наш самец, самец парка Роев Ручей, и нам решать его судьбу, поедет ли он в какой-то иной зоопарк, где будут для него созданы достойные условия, приедет ли он сюда для размножения с нашими молодыми девицами, голову ломаем, там целая куча, ну, и за, и против, всего остального. Сам Седов, ну, он уже в очень преклонном возрасте, ему, может быть, потомство осталось иметь года 4-5. И, соответственно, может потерять к нему интерес геленджикский зоопарк. Ну, к сожалению, и так тоже, да, потому что... Несправедливо. Ну, несправедливо, но дело в чем, геленджик все-таки полностью коммерческий зоопарк, люди вынуждены считать деньги. И то, что содержание престарелого, потом белого мишки, ну, пусть даже патриарха, оно будет обходиться в 1,5-2 миллиона рублей, ну, наверное, все-таки будет их подвигать, как-то позвонить, сказать, слушайте, а не нужен ли мы, пожилой белый мишки. А вы-то не сможете отказать. А мы не сможем отказать, потому что это наше муниципальное имущество. Ну, это, если шутя, но это и наш любимец тоже. Любимец, да. И это определенный символ. И это очередная проблема, которая стоит перед директором Роева ручья. Я, как Скарлетта Харл, буду думать о ней завтра. Завтра, когда подумаем об этом завтра. Ну, хорошо, что мы его помним и любим. Вообще, мне кажется, какая-то у Роева ручья вот с белыми медведями особая история складывается, взаимоотношения. А так вышло Красноярск, ведь он же находится в преантарктической зоне, да? В преарктической, если правильно сказать. И когда раздается телефонный звонок, что ребята на Диксоне, сейчас на Диксоне снова ходит белый медведь, ну, правда, он уже таких размеров, упустили ситуацию, что его и невозможно будет уже изъять из природы, он просто в самолет не войдет. Вот. Это большая проблема. А он ведь там ходит, он терроризирует метеорологов, или там вертолетчики, которые слезно просят нас, ребята, привезите хоть что-нибудь. Они вокруг нас десятками ходят, когда идет миграция. Ну, ладно, когда миграция, десятками... Он пришел, он ушел, да? Это одна история. А когда появляется белый медвежонок, ну и что? И все, и... Мне нравится, что вы рассказываете, как бы, о животных, а не о парке аттракционов. Есть разница такая, да? И вот эта все-таки тенденция, что должны жить животные в зоопарке комфортно. И только тогда это и посетителями воспринимается адекватно. Иначе это же страшно, на самом деле. Люди гораздо требовательнее к этому уже. Вы в пяти словах сейчас сформулировали стратегию Всемирной ассоциации зоопарков и аквариумов. Только тогда мы будем нужны людям, когда наша работа, содержание животных в неволе, будет иметь продолжение с выпуском животных на волю, с возвратом. Да, мы... Ну, мы Ноев Ковчег, который, в принципе, на сегодняшний день призван донести чистую кровь животных живых, не в колбочках, как у кинетиков, или там не в компьютерах животных. А вот способных к размножению животных мы должны дотащить до наших потомков, отдать им и сказать, ребята, вот только что где-нибудь там на каком-нибудь Борнео вырубили очередную рощу и погибли все. Все, больше нет. Ну и название животного, да? Боюсь сглазить, потому что это сейчас происходит с регулярной завидной чистотой, да? Вот вам образцы этих животных, пожалуйста, заселяйте. Восстанавливайте. Восстанавливайте. И это, может быть, звучит как фантастика, девочка Алиса с мейлофоном, да? Да ничего подобного. Ну, известная история. Ну, примеры известны, конечно. Да и огнут зубры, проще всего, да? Когда вот та эта самая, вот меня рвет всегда, когда я читаю эту фразу, да будет проклят в веках Бартоломеус, и там фамилия дальше идет, который застрелил последнего зубра Беловежской пущи. Это вот пишет человек в эмоциях, да? На глазах которого убили последнего зубра. Это было не так давно. И только потому, что популяция где-то 30-50 зубров, сейчас заранее не учился, этот зубов не отскакивает, имелась в зоопарках. И плюс нормальная племенная работа, нормальная инженерия размножения, да? И сейчас уже тысячные стада и в Беловежской пущи ходят, и в иных лесах зубра, и популяция восстановлена. Диких, конечно, диких, полноценных и здоровых. Еще вы говорили о любимцах, мне кажется, человечества, об обезьянах. Что их ждет в ближайшее время в Красноярском зоопарке? Ну, это наш тяжкий камень, мой крест. Но в любом случае, обезьянник строить нужно, это не обсуждается. И следующая затея, которая будет у меня после вольеров белых медведев, это, конечно, строительство обезьянника. Технологичное сооружение тоже, оно должно быть красивое. Мы понимаем, что это существо, которому нужно движение, хоть вверх, хоть по диагонали, хоть вниз. Вот, мы должны это движение животным дать. Коллекция обезьян у нас неплохая, но, ну вот вчера, вот, когда коллеги из московского зоопарка, Андрей Веденович, не нужен ли вам орангутан? Да, конечно, он мне нужен. Ну, куда я его дену? И пошел плакать в потушку там, вот, не получилось. Но будем надеяться, что получится в ближайшем будущем, но только в новые вольеры. Ну, а проект существует в вольеры уже? Или вы просто представляете себе... Вот, в следующем году мы приступаем к проектированию. Сейчас у нас все финансы, все наши дополнительные заработки, все сконцентрировано на окончании строительства вольеров белых медведей. Что такое там успешный зоопарк? Успешный парк? Это, с одной стороны, да, вольеры, да, инфраструктуру развития, но без, как сказать, интересной коллекции и не всегда можно животное купить надолго. Есть ли какие-то гастроли? Это же артисты в каком-то смысле. Гастроли, аренда. Мы очень, очень... Вот, 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 это разные вещи. Вот, гастроли, именно чтобы показать какое-то животное, ну, может быть, это подспудно у кого-то это и сидит, потому что есть и не самые благополучные зоопарки. И, конечно, это вызывает определенный сплеск посетителей, но это настолько большие риски для животных, что... Переезд. Вот, да, переезд и так далее, что ни один серьезный зоопарк только ради этого не пойдет никогда на перемещение животного. А вот размножение животных, это наша, прямо, ну, это первая задача, да, которая перед нами стоит. Ну, то, что, вот, это сохранение генофонда, развитие... То, что вот было и с Седовым, который не мог размножаться на тот момент в Роевом ручье, но ему была гарантирована медведица репродуктивного возраста, там, куда он уехал, вот это было серьезным основанием. Есть у нас понятие передержка. Но зоопарки ведь как... Вот, если дать волю размножаться животным всем полностью, вот те же бурые медведи, да, или те же волки, кошачьи, не приведи Господь, чуть ли не два раза в год будут приносить потомство. А куда их девать? Ведь количество зоопарков в Валерной площади не увеличивается. Поэтому у нас идет определенная работа и по регулированию размножения животных во всем комплексе зоопарков. Но, если, допустим, ну, проходное животное, ну, бурый медведь, ну, что греха таить, 40 медвежат нам предлагают за весну доброходы-охотники, которые маму убили, а на детенышу, понимаешь, рука у них не поднимается, и он считает, что лучше он пускай еще промучается, да, 12 лет на заправке где-нибудь в ящике в Железном, вот, чем тут бы уж добил бы он его. Я тоже ненавижу вот это место. Я даже не останавливаюсь вот по дороге. Поганая, поганая история. Не останавливаюсь никогда, потому что это издевательство. Ну, это действительно издевательство. Сидит сумасшедший, ну, хоть человек, хоть животное, да, чем они сумасшедшие друг от друга-то отличаются? Да ничем. Вот, да еще и в абсолютно издевательских условиях. Вот, к сожалению, вот эти все вещи мы, ну, стараемся отрегулировать. Но есть животные, размножение которых, это просто целый научный подвиг. Вот на сегодняшний день, да, история со снежными барсами. Это же, ну, интересно, целый триллер только в нашем мире, когда мы узнаем буквально лет пять назад, шесть лет назад, что из 13 снежных барсов нашего, вот Саяношушенского заповедника, самого северного места обитания в мире снежных барсов. Оно уже этим только славно было. И остался только один их теандр, самец. И все, популяция погибла. Кто выбил там? Браконьеры, неведомая болячка какая-нибудь. Не знаю, инопланетяне уперли. Не суть важна. Их нет, все, они не попадают в ловушки, нет следов жизни, обитания, нет ничего. Что предпринимается? Ну, не смирились же, и молодцы, что не смирились. И Владимир Владимирович Путин поговорил с президентом Таджикистана, донес до них проблему. И ведь вот на самолете прилетает один снежный барс, второй, третий. С третьим снежным барсом отдельная история. Оказывается, маленькая барсиха с гангреной, которая отгрызла себе лапу, чтобы спастись из капкана, и уже, умирая фактически от гангрены, начала тырить курей у людей. Попалась в живоловку, привозят нам ее сюда. Да, чудом успели лапу мы эту ей отнять, причем только стопу. Она, в принципе, ну, нормальная барышня, хромающая, скотчет, тоже, мама, не горюй. Но в природе, конечно, уже скакать не сможет. Козерога никогда она в жизни не догонит, поэтому живет в Роевом ручье. А первые-то два снежных барса, они ведь нашли их теандра. Самца и самку мы выпустили в природу. Сайно-Шушинский заповедник с нашей помощью, как правильнее сформулировать. Два самца наваляли друг другу, как положено. Нашему отгрызли хвост. Потом из Тувы пришел третий самец. Вообще, абсолютный расклад неучтенный. Навалял обоим, но от него теперь у нашей таджички, так ее назвали, два барсенка. Вот они зафиксированы в ловушках. И знаете, ну, в какой-то момент я даже всплакнул, когда первые эти кадры увидел. Всего пять лет делов, а на самом деле, ведь смотрите, получилось, и более того, процесс не останавливается. Мы восстановим эту группировку, потому что мы теперь поняли, как и что нужно делать. У нас отлажены соответствующие алгоритмы этой работы. Ну, а по накатанному оно всегда полегче идет. Вернемся к аренде. Может быть, слон приедет в Красноярск? Слон в Красноярск не приедет, покуда и по елику не появится слоновник. Где-то приблизительно площадью гектара 2-3 земли. Первое. Слон – животное социальное. Да. Он должен жить только с семьей. Иначе это вот тот, даже просто одинокий слон, даже в хорошем арене, это все равно тот самый сумасшедший, безумный, который еще ко всему в придачу и является номером один среди зоопарков по убийствам людей. Ну, ладно, черт с ними, с убийствами-то мы справимся. А вот с тем, что должна появиться целая семья, а у нас просто даже и такого ровного участка земли-то нет на сегодняшний день. По горам слоны не встречаются. А горных слонов, да. А горных слонов, да, вы верно подметили, уже давно не встречаются. Про панду я слышал, есть история. Панда – это абсолютный пустяк. Это миллион долларов в год арендной платы Китаю за одну панду. И еще на миллион долларов нужно именно в Китае приобретать бамбук, потому что никакой иной бамбук, например, наш абхазский, этим пандам с точки зрения китайцев не подходит. Два миллиона долларов – пустяк. Ну, то есть, есть, конечно, такая, как сказать, фантазия, как аренда животных, но для Красноярского парка она не слишком актуальна. Скажу я так, у нас есть достаточно редкие виды животных, на которые облизываются и наши коллеги, вот. И хотя бы даже историю с белыми медведями надо довести до логического завершения. Со снежными барсами нашей девочке точно нужно искать кавалера, и с тем, чтобы она могла размножаться. Здесь у нас, а вот чтобы ее детишки попадали либо в Саяно-Шушенский, либо в иные заповедные места, либо хотя бы служили определенным резервом, не приведи Господь, снова вмешается природа. Мне кажется, у Красноярского парка есть, ну, своя, понятно, что есть своя история, но есть такая особенность. Может быть, нам и не нужен слон там или панда, потому что у нас есть большая серьезная история с белыми медведями, с белыми медведями, с барсами. И, наверное, из нашего разговора больше всего, Андрей, мне, знаете, что понравился подход, что нам, что вы хотите создавать семьи для животных. Ну и иммерсивность, это круто. То есть, на самом деле, парку есть куда развиваться, плюс 30 гектар. Желаю вам удачи, поздравляю с совершеннолетием, безусловно. У нас в гостях был директор Красноярского парка флора и фауны Рой Фручей Андрей Горбан. Я, Максим Гуреевич, желаю вам удачи. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова